В эфире на Ульского телевидения итоговый выпуск. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Очередной инвестиционный час состоялся в администрации района 13 февраля. В этот раз на встречу с главой администрации района, его заместителями и представителями различных ведомств пришел владелец личного подсобного хозяйства Физул Шайхлесланов. Он обратился с вопросом о выделении земельного участка для выращивания зерновых и технических культур. Ему были предложены варианты решения вопроса, а также дана консультация по правилам регистрации крестьянско-фермерского хозяйства. Я живу в стиле Старо-Кудашево, есть личный подсобного хозяйства, держу уже коров 5 голов и остальную жирность. И вот в ЛПХ, конечно, расширяться уже возможности нет. Пришел к выводу, что необходимо организовать крестьянско-фермерское хозяйство, взять земли в аренду и для занятий животноводством и продавать излишки. Зерноводством, кормопроизводством заняться. Пришел, вопросы свои, насчет земли были, в Индес сейчас записался. На которые хотел я получить ответы на вопросы, получил насчет земли. И земельный участок нашли подходящий, как бы, недалеко. И вот о гранте поговорили, вот узнал, к кому можно обратиться за помощью. Ну, как бы, как можно сказать, какие-то двери открылись. Сегодня, завтра уже подаю заявление на создание, на регистрацию ИП в налоговый орган. И дальше, как получу свидетельство, буду подавать заявление тоже на аренду земли. И опять же буду заниматься, ну, создавать бизнес-план для участия в гранте в республиканском. Продолжит сегодняшний выпуск «Чрезвычайная новость». В селе Иткинеево 13 февраля вечером загорелся частный жилой дом. Пожар возник в одном из кирпичных зданий по улице Молодежной. Пожарные ликвидировали открытое горение за несколько минут. Но, к сожалению, в доме спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки дома. Огонь уничтожил все домашнее имущество. Специалистам МЧС по республике Башкортостан предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. По словам самих пожарных, это был уже второй выезд за день по району. 13 февраля в Минненовском районе, к сожалению, был урожайным на пожары. Первый пожар случился в деревне, в селе Карманово, горела баня. Далее, значит, в 20 часов 7 минут поступило сообщение из Центра обработки вызовов 112 о том, что в деревне Иткенево горит жилой дом. К месту пожара были привлечены для тушения добровольная пожарная команда Иткеневского сельского поселения, дежурный караул ПСЧ-109. По прибытию к месту пожара было обнаружено, что горит жилой дом внутри, на площади примерно 40 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено без признаков жизни женщина. Обстоятельства и причины пожаров выясняются оперативно-следственной группой. Также к месту пожара были привлечены все аварийно-спасательные службы района для участия и ликвидации этого происшествия. В указанном жилом доме датчика не было противопожарного, но были действия сельской администрации, включили ее в список, заявились и ждали поставок этих датчиков. Она была на очереди. Причина пожара устанавливается, поэтому каких-либо комментариев пока на этот момент мы дать не можем. Должно пройти определенное время, экспертизы, после этого уже будет вынесен вердикт следственной группы. Хочется отметить хорошие действия добровольной пожарной команды и активность населения при тушении пожара. По традиции в начале года в хозяйствах Янаульского района проходят отчетные и отчетно-выборные собрания, где подводятся итоги экономической деятельности в животноводческой отрасли и растения и водстве. В них принимают участие представители администрации района, участковые уполномоченные, специалисты управления сельского хозяйства, районы ветеринарной станции, депутаты и активисты сельских поселений. Так, совместное отчетное собрание Совета Сандугачевского сельского поселения и тружеников общества с ограниченной ответственностью АГРАЭМ прошло в сельском доме культуры села Сандугач 12 февраля. Выступление местных творческих коллективов стало началом собрания. Для зрителей были подготовлены разнообразные номера, музыкальные композиции сменяли друг друга. На сцене выступили исполнители и танцевальных номеров, и вокального жанра. Зрители с интересом смотрели подготовленный концерт. После чего началась официальная часть заседания. Перед собравшимися с итоговым отчетом о проделанной за год работе выступил глава администрации сельского поселения Тимирзян Куснеяров. В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов. Это село Сандугач, Барабановка, Арабак, деревни Наркан, Орлян и Новкирган, где проживает всего 1388 человек. В 2019 году родилось 12 детей, умерло 16 человек. В сельском поселении всего 666 человек мужского пола и 725 человек женского пола. Дошкольников всего 124, школьников 177, молодежи до 30 лет 240 человек. Пенсионеров 341 человек, молодых семей всего 42, две семьи и многодетных 25. Об итогах деятельности хозяйства за прошедший год рассказал директор общества с ограниченной ответственностью АГРАЭМ Рудольф Шарафуддинов. Мы были подготовлены, вы были подготовлены, все сделали вовремя. И сегодня, как никогда, мы можем сказать, что у нас есть сегодня молоко, есть сегодня зерно, которое смогли раздать, но мы только не смогли еще второй год пать. Не можем, нехватка, все-таки пришлось реализовать очень много элеваторов. Было влажное зерно, поэтому сейчас приходится покупать кукурузу. Но кукуруза, она дает эффект по молоку, по привесам. Вот сегодня среднесуточный у нас на зиму данный хозяйство, даже колхоз Мичурина, 4,5 тонн пока еще не доели. Этот год, 19-й год, мы этого добились, почти тоже осталось, наверное, чуть-чуть там до 5 тонн. Но в это время сейчас опять почему-то у нас идет снижение, то ли по кормовой базе, то ли по человеческим факторам. Так ведь тут разобраться надо. Вот таких хороших результатов нам есть и люди, которые... Люди вообще у нас, добросовестный народ, они работают. Да все, наверное, кто и в животноводстве, и в растеневодстве не ходит, просто хочет что-то добиться, хочет получить зарплату в конечном итоге. Этого мы друг друга уже понимаем, тут, наверное, других таких вопросов нет. И вот за 19-й год у нас даже увеличение по заработной плате где-то на 4 миллиона. Если в 18-м году было у нас 7 миллионов начислено, 7 с лишним, а в 19-й год у нас 11 миллионов с лишним. Это где-то 4 миллиона увеличения. И вот это нам дало увеличение, не просто же, нам никто там деньги не дает сегодня, так ведь мы больше увеличили молоко, это получается, но это 2000 тонн увеличение. И на два раза мы увеличили производство мяса. Среди выступивших в этот день был директор управления сельского хозяйства Айдар Музафаров. Он подвел итоги деятельности сельскохозяйственных предприятий нашего района. Отметил, что воловой продукции за 2019-й год в районе произведено больше на 0,4% чем за предыдущий год. О том, что в целом сделано в районе, сельчанам рассказал первый заместитель главы администрации района Салават Гельмиев. За прошлый год у нас неплохие успехи, очень, ну, скажем, хорошие успехи именно по бюджетному освоению. У нас такого никогда еще не было. По итогам прошлого года концентрированный бюджет района составил миллиард семьсот и шесть, семьсот шесть миллионов. То есть это первый раз. Это из них, вот, например, девятьсот восемьдесят почти миллиард. Это концентрированный бюджет района, который именно на содержание, на социалку, на содержание бюджетных объектов, то есть на зарплату, вот это вот у нас почти миллион. Из них больше половины идет на образование, остальное уже культура, дороги, все, все, все это. А остальные уже средства, которые вот больше семисот миллионов, это привлеченные средства на те объекты, которые сегодня у нас строятся. Строятся, строились, вот по прошлому году завершили строительство коррекционной школы. Там больше почти тридцать миллионов. Пока объект, конечно, не сдан, там есть кое-какие моменты, то есть документация, исполнительная документация готовится. Вот. Завершается работа по дворцу молодежи, там тоже больше ста миллионов. Планируется она 21 февраля, открытие данного, данного дворца, данного дворца молодежи. Завершилось строительство водоводок из АКАИН, вторая линия. Но тоже остались работы по переключению, их должны завершить до 15 марта. Общее финансирование по дорогам – это строительство, содержание с региональными, с межмуниципальными местными дорогами. У нас тоже больше 250 миллионов. В числе выступивших были и главные специалисты хозяйств, и сотрудники ветеринарной станции. Каждая из докладчиков сообщила о проделанной работе и предстоящих планах на этот год, а также ответила на возникшие в ходе доклада вопросы. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. С начала этого года всех работающих граждан нашей страны коснулось изменения, внесенное в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно подписанному в декабре федеральному указу, введено понятие электронной трудовой книжки. Подробнее об этом нам рассказала начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Янаульском районе Гульнара Вильданова. Второй закон обязывает работодателей отчитываться в Пенсионный фонд по поводу передвижения и введения электронной трудовой книжки. То есть приемщиком информации от работодателей и хранителем этой информации будет являться Пенсионный фонд Российской Федерации. Отчетность уже начинается с января месяца. То есть если в учреждении, в организации произошли изменения, были приняты кадровые решения, принят человек на работу, уволен с работы или был переведен на другую должность. Работодатель уже должен отчитаться с 1 январь месяц до 15 февраля. Отчетность предоставляется работодателям ежемесячно за предыдущий месяц, на следующий месяц до 15 числа. Что нужно сделать для того, чтобы предоставить эту отчетность? Эта отчетность предоставляется по особой программе, которую необходимо скачать с сайта Пенсионного фонда Российской Федерации, либо через те программы, через которые отчитывается работодатель в Пенсионный фонд по формам СЗВ-М и СЗВ-Стаж. Это та же программа, только необходимо для того, чтобы заполнить эту программу, скачать другую версию для заполнения этой отчетности. Еще важно в этом году работодателю известить сотрудников своих о том, что они должны сделать выбор для введения либо электронной книжки, или продолжения версии бумажной книжки. Для этого они должны уведомить сотрудников до 30 июня текущего года. Заявления же принимаются от сотрудников до 31 декабря текущего года. Те, кто впервые устроился на работу с 1 января 2020 года, электронные трудовые книжки ведутся уже электронно. То есть бумажная трудовая книжка не заводится на этих граждан. С 2021 года работодатель будет уже отчитываться ежемесячно по всем кадровым решениям. Отчетно-выборная конференция местной общественной организации «Марийская национально-культурная автономия РВЛ-Мари» Янаульского района прошла 11 февраля. Такие собрания проводятся раз в 4 года. На повестку дня были вынесены 7 вопросов. Приветствую всех вас на мероприятии и желаю успешной работы. Надеюсь, что сегодня состоится серьезный разговор, направленный на дальнейшую созидательную работу. Заместитель главы администрации района Каухар Миндиарова в своем выступлении отметила, что общественная организация «Марийцев и Наульского района» ведет активную деятельность и что их руководители пользуются уважением. В нашем районе нет, наверное, ни одного зрителя, который бы не аплодировал таким ансамблем, как «Ошпеледыш», «Шонанпыл» или «Рвезе Кумыл». Молодежь и школьники активно участвуют в общественных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах по марийскому языку. С основным докладом перед участниками конференции выступил руководитель марийской национально-культурной автономии Эрвел Мари Александр Гайсин. Он отметил, каких успехов достигли марийцы благодаря участию в различных грантах и конкурсах. Тем не менее, есть моменты, которые не радуют. Из-за снижения учащихся были оптимизированы школы, в том числе сокращены и уроки марийского языка. Дети не общаются на родном языке, молодежь не спешит создавать семьи, численность марийцев сокращается. Нельзя забывать язык бабушек и дедушек, отметил Александр Гайсин. На территориях, где нет школ, опорой становятся культурные учреждения, которые проводят праздники на родном языке. Руководитель марийской национально-культурной автономии Эрвел Мари отметил также, что на подобные мероприятия нужно приглашать и из других общественных организаций, руководителей, да и всех желающих. О том, как живет марийская молодежь, рассказала Елена Гельмединова. Ни для кого не секрет, что будущее народа в руках молодежи. Именно поэтому наша общественная организация уделяет большое внимание воспитанию молодежи в духе патриотизма, взаимоуважения, гордости за свой народ. Наша задача – сохранить культуру и традиции марийского народа, сохранить язык, сохранить народ. Ведь недаром Валериан Михайлович Васильев сказал, пока жив язык, жив будет и народ. Одна из главных задач, что увеличение численности населения, для этого надо побольше создать семьи и больше детей, чтобы было одна из главных. Во-вторых, конечно, надо на местах организовать, создать рабочие места, чтобы народ, молодое поколение, чтобы работал в сельской местности, жили там. Хотя сегодня уже многие проекты в нашем районе предваряются жить. Есть много инвесторов, которые вкладывают средства, образуются, создают новые рабочие места. Мы думаем, в претворении жизни всех этих проектов у нас количество нашего народа, наверное, будет увеличиваться. Общественной работе, действительно, и общественной работе надо более активно подключаться к этой работе. Надо сделать, побольше организовать коллективы художественной самодеятельности, выезжать за пределы другого региона, для района. Надо организовать культурные мероприятия с приглашением молодых, подключать и создать семьи, именно нашего народа, увеличивать коллективы. Основная и главная задача, конечно, действительно, сохранение в демографии ситуации в сельской местности, хотя бы на этом уровне не допустить спад. Во-вторых, надо изучение родного языка. Сегодня больное место, уже дети с малых лет, конечно, правильно, надо изучать русский язык. Они, в основном, уже дети с малых лет, общаются между собой на русском языке, а и дома, и родители к этому сопутствуют. Хотелось бы, чтобы старшие поколения были активно подключены к этой работе, чтобы даже в бытовом уровне провести разговорные рейти не надо терять. Действительно, русский язык, общение в национальных школах, оно необходимо. Без этого оно не получается. Но и свой родной язык тоже не надо забывать. Это является истоком нашим богатством, нашего народа. О духовной жизни марийцев нашего района рассказал руководитель религиозной организации «Община Марий Кумалтыш» Геннадий Постиев. Также на конференции выступили председатель исполкома Курултая Башкир Янаульского района Рафаил Яхин, председатель Удмуртской общественной организации Юрист Саидов. Они отметили, что стараются принимать участие во всех общественных мероприятиях, которые проводятся на территории нашего района. В этот день участники конференции должны были избрать председателя для дальнейшей работы общественной организации. На следующие четыре года вновь был избран заместитель председателя Всемарийского совета мэр-канаж Александр Гайси. Делегаты также проголосовали за кандидатов, которые, по их мнению, достойны принять участие в 11-м съезде народов Марий. Представителями Янаульского района были выбраны Светлана Байгузина и Елена Гельмединова. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата установлена в память о почти 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. Ограниченный контингент вооруженных сил СССР присутствовал на территории Афганистана с 1979 года. 15 февраля 1989 года советские войска с честью выполнившие свой долг были окончательно выведены из Афганистана. Редактор субтитров А.Егорова 347-34-77 Сеть магазинов Атлант Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках Формленд всегда есть повод для радости. Скидки, скидки до 50%. Формленд Аптека Доброго Здоровица Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Здесь все будет, и кто ничего не забыл, завтра, завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 528-71. День рождения, юбилеи, свадьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова